Белорусская республиканская пионерская организация отмечает на этой неделе 25 лет со дня образования. О том, какие они современные пионеры, будем говорить сегодня с гостем диалога. Присоединяйтесь. Артем Николаевич Карпенко, председатель Гомельской областной организации общественного объединения Белорусская республиканская пионерская организация. Родился в 1993 году в Гомеле. После окончания Гомельского государственного колледжа железнодорожного транспорта работал помощником машиниста тепловоза. В настоящее время учится в Академии управления при президенте Республики Беларусь. С 2007 года состоит в рядах БРСМ. С 2012 года принимает активное участие в деятельности Молодежного совета при Гомельском городском исполнительном комитете. А с 2014 года является его председателем. Возглавляет Гомельскую районную организацию Белорусского общества Красного Креста. На вопросы, которые касаются деятельности областной пионерской организации, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле. 8 0232 77 68 45 Здравствуйте, Артем. Здравствуйте, Ольга. Добрый вечер, телезрители. Артем, скажите, пожалуйста, как удается совмещать столь насыщенную общественную жизнь с учебой? Ну, я бы сказал, что в первую очередь это, наверное, внутреннее желание быть активным, быть полезным нашему обществу, да. И поэтому ты везде участвуешь, все делаешь с таким энтузиазмом, да. То есть это не как такое обременение какое-то, да, когда это тяжело, не хочется, а это действительно идет от души. А когда оно идет от души, тогда это приятно делать, и ты это делаешь с радостью и с удовольствием. А романтика железной дороги уже не привлекает? Романтика железной дороги, ну, также привлекает, потому что и шел учиться осознанно, и учился. Но, тем не менее, времена меняются, и где-то взгляды меняются, поэтому вот сегодня я выбрал такой общественный путь, и сегодня поэтому я с вами. Будь готов, всегда готов. Все мы с детства помним этот клич пионеров. У современных пионеров есть клич? К чему им сегодня нужно быть готовыми? Да, сегодня у наших пионеров есть девиз на благо Родины, к добру и справедливости будь готов. Это мы так призываем наших пионеров быть готовым к тому, чтобы они любили свою Родину, могли в любой момент ее отстоять. Чтобы они были добрыми, честными, милосердными, сопереживательными. И на этот клич нам пионеры всегда отвечают, всегда готов. Поэтому девиз у нас сохранился с ответом фактически такой же, который он был когда-то в советские времена. Ну, не хочется, конечно, выдавать свой возраст, но могу сказать, что была пионера. Мы хорошо помним момент вступления в организацию, это всегда было очень торжественно и очень красиво. А как сегодня принимают ребят в ряды пионеров? И сегодня в ряды пионеров мы также принимаем достаточно торжественно. Мы стараемся каждого пионера, который вновь вступает в нашу организацию, принять его таким торжественным мероприятием, радостью и показать, что действительно организация сегодня ждет его. Но прежде чем его принять, у него еще происходит целая процедура. Он пишет заявление о том, что он хочет стать нашим членом. Так как ему еще нету 16 лет, родители дают свое согласие, либо не согласие на то, чтобы он стал членом нашей организации, либо не стал. Потом дружина рассматривает каждое заявление индивидуально и принимает, либо отвергает. Ну, как правило, всех принимает. И после того, как уже заявление обработано, и есть ребята, которых надо принять в пионеры, мы делаем торжественные мероприятия, как правило, приуроченные к каким-то тематическим датам, да, и делаем там торжественную линейку, на которой мы принимаем и повязываем галстуки. На этой линейке также пионеры, будущие пионеры, или которые вот-вот станут пионерами, дают торжественную клятву перед своими друзьями, которые рядом либо уже являются членами организации, либо будут ими, да, что они будут пионерами, разделять взгляды нашей организации, будут содействовать целям и задачам организации. И почетные гости, которые обычно присутствуют, это ветераны, либо значимые люди района, области, там, или школы, повязывают галстук им. Мы в свое время носили галстуки ежедневно. А для нынешних пионеров это не обязательно? Для нынешних пионеров это не обязательно. И такое решение принимается на Совете Дружины, как и каким образом будут носить пионеры галстуки. Но, тем не менее, сегодня мы говорим о том, чтобы современные пионеры носили галстуки на торжественные праздники, государственные праздники и на тех праздниках массовых, которые устраивает пионерская организация. К слову, сам галстук у нас тоже модернизировался. Он сегодня в цвет белорусского флага, вот такой красно-зеленый галстук, и одевается таким образом, чтобы зеленое полотно было с левой стороны, то есть прилегало к сердцу, и подушечка та самая пионерская была зеленой. Так что вот это тоже определенный символ сегодняшней самостоятельной именно белорусской республиканской пионерской организации. Скажите, пожалуйста, Артем, какие еще символы и ритуалы есть у современной пионерии? Похожи ли они на те, что были у всесоюзной пионерской организации? Символы и ритуалы, по сути, остались прежними. Где-то они модернизировались и дополнились. И сегодня также сохранились у нас и линейки, да, и горные, и барабаны. Где-то, может, это в меньшей степени развито, но, тем не менее, сегодня мы стараемся сделать все для того, чтобы эти символы вернулись и развивались все снова и с новой силой, чтобы они приобретали какой-то современный окрас. Спрашиваем у детей, что бы они хотели, как они видят сегодня деятельность пионерской организации. К слову сказать, вот через несколько дней нам станет уже 25 лет, как мы стали самостоятельной организацией. И к этой дате наша организация сделала такой подарок своим членам. Мы приобретаем собственный гимн. Вот 13 сентября он будет презентован. Я думаю, что в скором времени все его выучат. И на каждом мероприятии он будет звучать, как торжественная мелодия. Спасибо, Артем. Тем, какие преимущества и какие недостатки видят деятельности пионерской организации гомельчане, поинтересовались наши корреспонденты. В связи с тем, что я выросла все-таки в советские времена, только плюс. Очень большая ответственность в детях воспитывается. Хотелось бы, чтобы это существовало. Свободное время принадлежит не улице, не компьютеру, а именно тому, что они занимались общественными делами, тот же сбор макулатуры. Очень здорово пенсионерам помогали, были этим довольны. Вот наши пенсионеры. То есть я считаю, что это только плюс. Причем большой плюс. Плюсы, да, это, во-первых, общение с людьми, какие еще пионерские. Работа совместная какая-то тоже облагораживает, как говорится, человека. Ну, а так. А минусы? Я даже не могу сказать минусов. Мне пионерское как бы это все нравится. Я минусов не вижу пока здесь. И они должны друг другу помогать. Мало ли кто плохо учится, твой сосед. Но не давай списывать. Ты просто пригласи домой, пусть родители не будут обижаться. И вы сядете вместе и решите задачу. Или там какое-то сочинение надо написать без ошибок. Следить за ними, родителям. В первую очередь родителям. Не бросать их от них. Учить. Нельзя спички им оставлять, чтобы они не курили. Не дай бог детям курить. Если я, допустим, еще пионер, я только комсомольцам закурил. И то это было 17 лет. А сейчас? Подходят вот сюда ко мне, дети такие. Купите мне себе. Что? Я тебе должен сигареты покупать? Вам не дают. Закон надо исполнять. Хорошо, что дети заняты где-то, ну, занимаются там же, наверное. Какие-то, не знаю, общественные работы, как бы. Ну, и для себя хорошо. В дальнейшем это, я думаю, что им поможет, когда устроится на работу. Ну, а минусы, я как бы, я не знаю. Я только за. Минусов я не вижу. Минусов я не вижу. Это же хорошая организация. Но я в ней уже не состою, я уже взрослая. Не хватает того энтузиазма, который был тогда-то. Да, и не всегда родители согласны, чтобы дети делали то, что делали они тогда, в советские времена. Например, оказываем помощь какой-то престарелой бабке. Родители говорят, у них дети есть в Гомеле, пускай оказывают помощь. Вот такие ответы, вот такие вопросы есть, проблемы. А так, сбор макулатуры, металлолома и прочее, это нормальное явление. И особенно идеологическая работа. Без идеологии не живет ни одно государство. Вы смотрите «Диалог». Мы говорим сегодня о деятельности пионерской организации. Артем, скажите, пожалуйста, подобные расхождения, о которых говорил наш телезритель во взглядах на воспитание, на мероприятие с родителями, они распространенные явления или, так, скорее, исключения из правил? Ну, насколько вот ко мне обращаются наши председатели районных организаций, председатели дружин наших школьных, я недостаточно часто сталкиваюсь с такими какими-то расхождениями. Может быть, они есть, но они единичны, и они прорабатываются, и рассказываются цели и задачи организации более подробно. Если уже родитель всё-таки принял решение, что он не хочет, чтобы его ребёнок вступал в организацию, конечно, насильно сегодня никто никуда никого не заставляет вступать. Ну, не хочет, значит, он выбрал такой путь, это его путь. Но так, чтобы была эта проблема прямо острая, я бы сказал, что навряд ли она острая. Может быть, где-то единичные случаи по области есть. Поэтому я бы эту проблему не назвал. Всё-таки и родители достаточно хорошо отзываются о нашей организации, и рады, когда дети выступают. Особенно, как я говорил, что каждое вступление в пионерскую организацию мы стараемся сделать радостным событием для ребёнка. То есть детям это нравится, и родителям это тоже нравится. Пионеров учили хорошему, учили любви к родине, внимательному отношению к старшим и к младшим товарищам, бескорыстной помощи. Какой опыт из деятельности той пионерской организации было решено привнести в современность? И в чём, может быть, есть отличия? Ну, самое главное, наверное, отличие, то, что я сказал, что сегодня пионерская организация – это сугубо добровольное дело. Хотим вступать, мы вступаем. Родители, например, хотят, чтобы ребёнок вступил, а сам ребёнок не хочет. Ну, стараемся, прорабатываем с ним вопрос. Но если он уже не хочет, то мы не имеем права его взять. Ну и, по сути, зачем его привлекать к этой деятельности, если ему не нравится? Может быть, ему нравится деятельность какой-то другой, тоже достаточно интересной детской организации. Это, наверное, самое существенное отличие. То, что у родителей, у детей есть сегодня выбор – вступать или не вступать в пионерскую организацию. А что касается мероприятий и направлений деятельности, то можно сказать, что многие из них сохранились. Тимуровское движение, которое вот в 75 лет будем праздновать в этом году этому движению, да, благотворительное мероприятие, которое и экологической направленности, и самых-самых разных, да, спортивные мероприятия, военно-патриотические мероприятия и другие. То есть мы сохранили всё самое важное и самое ценное, что имела пионерская организация в Советском Союзе и перенесли её, транслировали в сегодняшнюю деятельность организации. И что-то, конечно, пытаемся модернизировать и брать новое, что сегодня необходимо детям. Сколько человек сегодня в рядах пионерской организации? В рядах сегодня пионерской организации около 90 тысяч человек по нашей области. Это более 60% детей тех, которые вот в том возрасте пионерском, в котором они бы могли вступить в пионерскую организацию. Расскажите, пожалуйста, какой это возраст? С какого возраста ребёнок становится пионером? Есть ведь и октябрята ещё, младшие. Да, белорусская республиканская пионерская организация, она такая, можно сказать, многоступенчатая. Потому что ребёнок нам может прийти с 7 лет и стать октябрёнком. Октябрята — это, по сути, такая хорошая, добрая, подготовительная дорога к пионерской жизни. Пока они октябрята, педагоги, педагог-организаторы, пионеры сами приходят к октябрятам. Они рассказывают о том, что такое пионерская организация, чем они там занимаются, в какую деятельность можно, что можно сделать, в какую деятельность вступить. Что-то уже начинают делать сами, смотреть, нравится им это, не нравится. То есть с 7 до 10 лет они становятся октябрятами. С 10 лет и на сегодняшний день по нашему уставу неограниченное возраст можно вступить в пионеры. То есть и если человеку 30 лет, 40, 50, вот у нас в интервью говорили, что я уже не пионер, потому что взрослый, да? Если такое желание есть, мы всех будем рады принять. А есть такие пионеры? А у нас есть такие пионеры, и на уровне республики можно сказать, что ветераны Великой Отечественной войны, они настолько любят нашу организацию, что из интервью из некоторых можно видеть, что они стоят в нашем лидерском галстуке. Они говорят о себе, что они пионеры до сих пор. Они говорят, я пионер, и идут в наши пионерские дружины, рассказывают о том, как они когда-то были пионерами, что такое война и другие вот такие вот семинары проводят для наших пионеров. И пионерам, конечно, когда к ним приходит взрослый человек, и у него галстук, да, на груди, и причем это же почетно взрослый человек считается для них, для них это тоже статусность, и уже показывает, что действительно в пионерской организации надо стремиться к лучшему и быть лучшим. На самом деле интересный опыт. Ну, если в былые времена ребенка хотели серьезно наказать за плохое поведение, за какой-то проступок или за неуспеваемость, то его могли прилюдно из пионеров выгнать и снять с него галстук при всех ребятах. Вот подобные меры используете наказание? По сути дела, если говорить опять-таки об уставе, да, и о тех возможностях, которые есть, пионерская дружина на своем собрании может принять такое решение об исключении того или иного члена за какие-то определенные там действия его, да. Но мы сегодня говорим о том, что надо, наоборот, помочь тому ребенку, у которого или проблемы с учебой, да, или где-то, может быть, он наступился. Мы говорим о том, что этому ребенку надо помогать и становиться назад на истинный путь пионерский, скажем так, да, и вместе с другими своими друзьями исправляться и получать уже хорошие оценки, да. И пионеры в том тоже помогают. Помогают учиться. Тоже опыт былой пионерский, да, подтягивается стоящего? Мы стараемся, конечно, чтобы сегодня не исключать из пионеров, а сделать из ребенка, даже если вот где-то что-то, ну, пошло не так. Ну, бывает же это жизнь. Мы стараемся сделать так, чтобы вернуть его в нашу пионерскую организацию, озадачить его нашими целями и задачами, да, и дальше направить его действовать вместе с нами. Я напоминаю, наша программа интерактивная. Мы работаем в прямом эфире. 77 68 45 номер телефона, по которому вы можете задать вопрос или высказать свое мнение. Присоединяйтесь к нам. Продолжаем наш диалог о пионерии области. Артем, скажите, пожалуйста, как организована пионерская жизнь? Отряды, дружины, звенья? Как все это выглядит? По сути дела, это, наверное, тоже тот опыт, который мы переняли и сегодня в пионерии активно используем. Школьные классы, это отряды, школы, это дружины. Далее они собираются и организовывают районную организацию. Районные организации составляют областные, и уже областные входят в состав Центрального совета. То есть вот такая структура у нас есть, начиная с класса, завершая уровнем республики. И на каждом уровне у нас есть, так скажем, свое звено какое-то. Здесь важно, наверное, также еще сказать о том, что Белорусская республиканская пионерская организация работает с людьми, которые организовывают всю эту деятельность на добровольных основаниях. Все наши председатели районных организаций, которых мы можем встретить на улице, на каком-то мероприятии, которые организовывают для наших детей праздник, это те люди, которые работают сегодня бесплатно. У нас, к сожалению, нет собственного финансирования или собственных ресурсов для того, чтобы у нас были отдельно выделены ставки на то, чтобы человек вот с утра и до вечера занимался только пионерской организацией. Но вместе с тем эти люди стараются сделать все, чтобы сегодня пионерская организация процветала, чтобы ее знали, чтобы дети активно принимали участие. И в этом стоит, конечно, сказать большую благодарность Управлению образования Гомельского облсполкома, потому что они содействуют и помогают тем, что многие сотрудники нашей районных организаций, они работают в учреждениях образования. И вот они помогают им организовывать эти мероприятия. И это дорогого стоит, потому что, конечно, один, как говорится, в поле не воин, а когда уже есть какая-то поддержка, то мы тогда можем сделать многое. О жизни пионерской дружины пойдет речь далее в нашем сюжете. Внимание на экран. Первая средняя школа города Гомеля свою историю отсчитывает с 1962 года. Столько же лет и местной пионерской дружине. Если считать вместе с октябрятами, которые тоже входят в состав дружины, сейчас это около 630 человек. Список совершенных ими добрых дел занимает, наверное, не одну страницу. Только в этом году, накануне Дня Победы, написали письма ветеранам Великой Отечественной и посадили Вишневый сад. Плюс оказались единственными представителями Беларуси, принявшими участие в работе международного слета спасателей в молодежном лагере «Орленок» в Краснодарском крае. Причем попали туда вполне заслуженно. Члены школьной пионерской дружины стали первыми детьми-волонтерами, добровольцами Белорусского добровольного пожарного общества. Кстати, массовость пионерской дружины в школе считают большим плюсом. Дети между собой соревнуются. Они занимаются и волонтерской деятельностью, равные обучают, равного друг друга учат. Они выходят на межведостные связи. Например, наша пионерская организация и БРСМ тесно работают с Белорусским добровольным пожарным обществом. В этом году наши детки даже представляли в Орленке пионеров и членов БРСМ Республики Беларусь. Когда их много, они чувствуют, что они силы. Они чувствуют, что они не одни. А когда организация насчитывает человек 20, 30, 40, нет духа соревнования, нет духа сотворчества и сотрудничества. Поэтому чем больше, тем лучше. Вообще, нынешние пионеры достаточно сильно отличаются от пионеров времен Советского Союза. Однако и связывает поколение тоже немало. Пионером быть – это модно. Пионером быть – это важно. Мы за будущее в ответе. И об этом пусть знает каждый. Мы гордимся своей историей, чтим традиции и страну. Октябрят учим, что в ответе мы за природную красоту. Это мы за дружбу народов. Это мы посадили сад. Это наших по звонкому голосу узнают из других ребят. Это фрагмент выступления пионерской дружины первой гомельской школы на республиканском конкурсе «Пионер года». Еще несколько месяцев назад об участии в нем здесь даже не мечтали. Однако после победы на местных этапах из отдела взялись всерьез. Отсутствие опыта компенсировали большим желанием и творческим подходом. Если все успеем, то можем даже победить. Хоть участвуем в первый раз. Дети этого еще не видели. Ни разу на подобные конкурсы мы не ходили, именно связанные с пионерией. Но детям очень нравится. У них есть настоящая дружина. А это самое главное. Мы едем не двумя людьми, как там положено на конкурс. А у нас едет сначала 15 человек, потом еще человек 20. Дети друг за другом. Это очень дорогого стоит. Сегодняшним пионерам носить галстук каждый день уже не обязательно. Как, кстати, и пионерскую форму. Однако главная задача организации по большому счету остается прежней. Помочь каждому раскрыть свои лучшие качества и научиться делать добро. Вы смотрите «Диалог». Председатель Гомерской областной пионерской организации Артем Карпенко сегодня у нас в гостях. Артем, скажите, пожалуйста, от чего зависит вот такая активность или неактивность пионеров? От того, какие у них преподаватели или ребята тоже сами предлагают свои инициативы? Я бы сказал, что нельзя сегодня говорить, что от одних или от других. Все зависит от того, насколько они вместе работают, насколько вот цепочка педагог-ребенок сильная, да, для того, чтобы совместно решать какие-то вопросы, либо инициировать что-то. И, конечно, если будет неактивный педагог, то навряд ли там будет сильно активная пионерская дружина. И вместе с тем, если будут неактивные дети, то навряд ли получится даже самым активным педагогом сделать там активную дружину. Это должна быть совместная работа, только совместная. И, конечно же, когда педагог активный и активная дружина, то интересно то, когда сами дети инициируют те или иные мероприятия. Наши пионеры говорят, мы хотим сделать это, это и это. Это очень дорогого стоит, и это действительно привлекает внимание других детей, которые еще вне нашей организации. А говорить, что только пионеры должны быть активны, либо их кураторы, ну, здесь нельзя. Здесь только совместная работа зависит от того, как будет вообще построена дружина, насколько она будет активна. Когда состоится республиканский финал конкурса Пионер Года? Республиканский финал конкурса Пионер Года состоится 12 числа в преддверии 25-летия. 25-летия Белорусской республиканской пионерской организации 13 сентября. И мы очень надеемся на победу, будем болеть за наших. Мы можем только болеть за нашу совершенно очаровательную представительницу в Гомельской области, или можно как-то поддержать? Вы знаете, достаточно хорошо поддержали нашу представительницу Новобелецкий район, районный отдел образования, спорта и туризма. А тем, что они дают дополнительный автобус для того, чтобы приехала дополнительная группа поддержки. Это порядка 20 детей, которые будут болеть за своего лидера, будут продвигать его и желать только самого лучшего. Я думаю, что это тоже даст такой стимул к победе и зачтется в нашу копилку, если так можно выразиться. Хочу пожелать, конечно, удачи. Замечательные ребята, прелестная совершенно девочка. Какое участие сегодня пионеры принимают в общественной жизни, в области, в своих городах? Сегодня можно говорить о том, что пионеры, наверное, принимают участие абсолютно во всех сферах жизнедеятельности нашего государства. Они принимают активное участие во всех праздниках государственных, которые проходят. Будь то День Вооруженных Сил Республики Беларусь, или День Матери, или 8 марта, и другие праздники. На каждом празднике можно увидеть, что к каждому такому празднику наши пионеры готовятся. Это либо спортивные какие-то площадки, они готовят, где они участвуют, либо вовлекают население участвовать, да? Либо это творческие какие-то коллективы, где-то наши выступают, пионерские творческие площадки, либо другое участие. Но к каждому празднику, к каждому мероприятию пионеры готовятся тщательно. Это в том числе могут быть и какие-то, может быть, походы в музеи и так далее, и так далее, да? Вместе с тем, может быть, можно выявить несколько самых ярких наших мероприятий социально полезных. Это, например, чудеса на Рождество. Из года в год пионеры делают всё для того, чтобы каждый ребёнок в нашей стране получил подарок. И тем или иным вкладом участвуют в этой акции, и потом идут и дарят подарки. Готовят свои мероприятия, какие-то концерты, развлекательные. И идут к своим сверстникам и говорят, вот и вас тоже с Новым годом, которые в той или иной мере нуждаются в поддержке дополнительной, да? Или во внимании. Это одна из таких, наверное, ярких акций. Ну и продолжаем традиции советского прошлого. Мы собираем макулатуру дальше и собираем её под какие-то яркие цели, да? То есть, например, продолжается сбор средств путём сбора макулатуры. То есть, по сути, пионер сдаёт макулатуру, тем самым он зарабатывает на то, чтобы мы в дальнейшем отреставрировали сквер Марата Козея в городе Минске. И вот из года уже, наверное, это второй год длится акция, но нельзя сделать всё сразу, да? Нельзя сделать за год какое-то дело. Где-то надо немножко больше времени, где-то немножко больше ресурсов. Но пионеры достаточно активно и уверенно идут к достижению своей цели. Я думаю, уже скоро мы увидим результат. Я совершенно согласна. Это прекрасный воспитательный момент. Такое обучение целеполаганию, умению, искусству вот этих маленьких шагов, какой-то большой единой цели. Ребята отзывчивые на помощь, да? Отзывчивые, да. И не только на какие-то большие глобальные цели, но и на помощь какому-то конкретному вполне человеку. Да, сегодня вот всегда готов, будь готов, всегда готов. Да, это действительно про наших пионеров. Наши пионеры сегодня готовы поддержать любую инициативу нашего общества. Да, и в том числе создать какие-то свои инициативы. В том числе, вот как мы видели сейчас из ролика, как Яна Менделева вместе со своей дружиной решили посадить сад. Любимая, наверное, военно-спортивная игра пионеров всех времен, это «Зарница». Действительно яркое, азартное, увлекательное приключение. Это только игра или здесь есть какой-то тоже и серьезный воспитательный момент, как вы считаете? Я думаю, что это и то, и другое вместе взятое. Это достаточно интересное такое мероприятие. И в нашей области оно, я думаю, происходит более ярко, чем в любых других областях, и может быть даже ярче, чем республика. Потому что наши сборы происходят в палатках. Дети на 9 дней выезжают в палаточный лагерь, где у них военный строгий режим. И они вот ему содействуют, они участвуют в этом. И можно сказать, что не надо заставлять детей делать это. Они сами с радостью ходят в строю, поют песни, участвуют в конкурсах. У них есть конкурс строевой подготовки, конкурс военной песни, инсценированной песни и так далее. И это как воспитательный, так и, наверное, как для нас, так это воспитательный процесс, но для детей это хороший образовательный процесс и развлекательный. Кто может поехать на Зорнису? 250 человек всего в год. Я думаю, что желающих, наверное, больше. Вы знаете, а этим тоже отличается наша область тем, что мы проводим достаточно широкие районные этапы. Каждый район вначале проводит свои этапы из нескольких команд, где выбирает лучшую команду. И потом отправляют на области. Вот 250 человек принимают участие. Это 25 наших районов. Это из каждого района только по одной команде. Но для того, чтобы дойти до областного этапа, необходимо принять участие в районном этапе и победить там. Скажите, пожалуйста, Артем, как пионеры будут отмечать 25 лет со дня создания организации? 25-летие в нашей области мы отметим по-разному. Каждый район привнесет какую-то свою идею, свою изюминку в этом празднике. Почему так? Потому что в каждом районе свои дети, у них свои идеи. И наши организаторы пионерского движения, обсудив, проводят свои районные мероприятия. Например, в Мозыре это будет шествие. 12 сентября пионеры пройдут по главной улице Мозыря. А в Гомеле мы 25-летие отметим 25 сентября. Ну, тоже части символичны. 25 сентября, 25-летие. Это все начнется с торжественной пионерской линейки, где мы скажем о том, что мы сегодня отмечаем 25-летие. И в том числе примем в ряды новых пионеров, которые заслужили сегодня на областном уровне, чтобы их приняли. После чего наши пионеры отправятся на экскурсию в музей военной славы областной. После этого мы перейдем на отчетно-выборный слет, потому что так уж случилось, что каждые 5 лет мы проводим отчетно-выборный слет. И нам еще предстоит подвести итоги прошедших 5 лет и построить планы на будущее. И после этого мы, конечно, прогуляемся с пионерами по нашему замечательному дворцово-парковому ансамблю. Вот такие планы у нас отпраздновать 25-летие. Спасибо, Артем. Я вас поздравляю с этой вехой. Мне очень понравился ваш рассказ о пионерии. Мне кажется, действительно, очень хорошие цели, очень правильные какие-то методы и формы. Я вижу ребят, они действительно очень инициативные, активные, очень веселые. У вас есть возможность сегодня обратиться к нашим телезрителям, юным и к их родителям, что бы вы хотели пожелать? Спасибо вам за приглашение, за то, что дали возможность рассказать о нашей организации. А членам нашей организации я бы хотел пожелать, чтобы октябрята все-таки доросли до настоящих пионеров и добились поставленных целей. А чтобы пионеры действительно своими делами и поступками доказали свою любовь к родине, о том, что им действительно нравится сегодня быть в пионерской организации, и что пионерская организация для них это самое лучшее, что может быть. Удачи! Спасибо. Вот те идеалы, которые стремитесь вы воспитывать в ребятах, как вы считаете, получаются? Я думаю, что получается. Совместными шагами, может быть, где-то недостаточно большими, но они, может, и большие не надо. Маленькими шагами мы идем к тому, чтобы добиваться наших целей. Спасибо за сегодняшнюю беседу, Артем. Мне было интересно, я думаю, что и нашим телезрителям тоже. Спасибо вам. Председатель Гомельской областной пионерской организации Артем Карпенко сегодня был у нас в гостях. Спасибо вам за внимание и до встречи через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok